Тем добрым, мы находимся в гостях у гомельского журналиста, молодого начинающего писателя Дмитрия Смирнова. И это дело в том, что в жизни Дмитрия, и я очень надеюсь, что даже в жизни всей Беларуси культурной, произошло знаменательное событие, а именно Дмитрий написал новый роман. И в связи с этим мы находимся в его гостях. Здравствуй, Дмитрий. Мариса, привет! Я рад тебя видеть после долгого перерыва. Попробуй вот в нескольких словах рассказать сюжет. Главный герой, итальянец, отвергает ценности, навязанные ему обществом, и отправляется на поиски своего мужского счастья в страны Восточной Европы. Там он ознакомится с искусством профессионального соблазнения и проходит путь от полного неудачника с женщинами до современного Казанова. Меня вот заинтересовало, ты сказал, что он отвергает ценности западного общества, и имеет в виду западное общество, или вообще общечеловеческие ценности. Про Италию речь идёт, про Италию. Ну, согласись, что это западное общество, так называемая Западная Европа. То есть какие именно ценности он отвергает? Его не устраивает та жизненная программа, которую ему хочет привить в социум с самого рождения. То есть это босоногое детство на берегу Адриатики, ну это понятно, ещё можно выдержать. Дальше учёба в ВУЗе, после этого якобы престижная работа, своевременное отчисление налогов, «Жена-дети», «Комфортная старость» и «Тихое забвение» в кресле-качалке перед телевизором. Почему герой твоего романа считает, что восточно-европейские девушки более привлекательны, чем европейские девушки? То есть в чём их большая привлекательность? Герой получает, скажем так, в течение своей жизни в Италии негативный опыт общения с женщинами итальянскими. И один раз, посетив Россию, он нанёс визит своей возлюбленной, скажем так, из Москвы, ему представилась возможность сравнить итальянских со славянскими, в данном случае с русскими девушками. И он пришёл к выводу, что славянские женщины обладают теми качествами, которых нет у итальянок. В данном случае они более женственные. У них, значит, скажем, доминирует женская сторона, женское начало. Они, скажем, более добрые, заботливые и строят отношения с мужчинами по другому принципу. Мужчина хочет чувствовать себя налюбимым, он хочет чувствовать себя нужным, он хочет ощущать женскую заботу на себе, хочет чувствовать себя Богом рядом с женщиной. То есть никакого партнёра, просто партнёра? Ну какое партнёрство? Женщина ведь хочет подчиняться мужчине. Любая? В принципе, да, это и заложено в ней. Вот как ты считаешь, в чём актуальность этой книги? Вероятно, ты ждёшь, что это будет бестселлер, что она будет продаваема, что она будет читаема, что она найдёт отклик в душах и сердцах людей. То есть почему ты считаешь, что она актуальна? Вот книга о пикапе, насколько я понимаю, да? Книга о технологиях, о техниках, о теории и практике искусства соблазнения женщин, да? Да, да. Не мужчин. Вот почему ты считаешь, что это актуально, что это нужно, что это кому-то нужно и будет востребовано? Зачастую мужчина очень зажат моралью общества, теми рамками, в которые вгоняют его в социум, и он не может полностью раскрыться, реализоваться как мужчина и реализоваться, реализоваться, как, скажем, самец. Не побояйтесь этого слова. Мы не будем бояться этого слова. Вот, ему мешает окружение, общество, и, собственно говоря, сам себе он мешает из-за своих страхов, убеждений и внутренних блоков. К примеру, среднестатистический мужчина видит красивую женщину сексуальную, и будь то улица, либо какое-то общественное место. Понятно, что есть желание познакомиться с ней. Но в то же время у мужчины включается внутренний диалог, и начинают работать неэффективные убеждения, которые мешают ему сделать шаг. То есть, начинать думать, что он недостоин, что он плохо одет, что она о нем подумает, да там куча всего просто вылазит. Что у нее уже кто-то есть? В конце концов, он приходит к мысли после 15 минут размышления, что у нее уже есть два мужа, три любовника, и надо записываться в очередь, чтобы попасть на прием. Конечно, все это мусор, это все хлам, потому что практика показывает, как правило, красивые женщины, очень красивые, они одиноки, потому что вот именно мужики боятся подходить к ним. И все эти неэффективные убеждения надо менять на эффективные. Я лучший, я достоин, женщины обожают меня, я хочу ее, я хочу заниматься с ней сексом, и не собираюсь извиняться за это. И надо подходить и начинать общение. Правильно ли я понимаю, в книге есть какие-то рецепты, которые бы помогли реализовать вот эту вот жизненную... Да, есть тактики, как ты выразил, с технологией. Все это есть, все это представлено. И в принципе читатель может почерпнуть кое-что из того, что делает главный герой. На самом деле это очень большое количество мужчин. Просто многие не могут признать, что такая проблема существует. Конечно, некоторым это и не надо. Проще жить тихо, спокойно, где-то под каблуком доминирующие самки. Не поваривайся, да, на славу. И не париться. Ну, конечно, те, кто ищет, те, кто хочет развиваться, хочет быть лучше для своей подруги, либо вообще для других женщин, конечно, эта книга поможет. Вот я буквально вчера, позавчера, я уже не помню, прочитала статью, которая называлась «Куда делся секс?», где автор, женщина, говорит, что как раз-таки вот проблема сейчас вот как бы существует, что просто мужчинам не надо. Ну, скажем так, или меньше надо. Что, секса? Да, что они дают предпочтение общению в Фейсбуке с любимым порносайтом. Никакой Фейсбук, никакие секс-чаты и порносайты не заменят реальное общение. Человеку надо реальное общение. И может на какое-то время, но всё равно придётся в итоге выйти в реал, а не прятаться от своих проблем в сетях социальных. Действительно ли так мужчины мотивированы вот на поиске сексуального партнёра и секса? Герой моего романа, он ищущий человек. Его не устраивает то, что ему предлагается обществом. В данном случае тоже протирание штанов перед монитором на сайтах знакомств. Поэтому он выходит, как говорится, в пикапе в поле и пытается найти свой путь, свою стезию. Мужчине имманентно стремление иметь просто каждый день разных партнёршек? Это его биологическая программа. Если ты хочешь, мы опустимся до этого. В том плане его задача оплодотворить наибольшее количество самок, если говорить животным языком.